У нас такой смешанный жанр, семинар совещания, поэтому мы с Татьяной Семеновной Бархатой будем на пару модерировать, вести и выступать. И первое слово Татьяне Семеновной Бархатой, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору. Прошу вас. Во-первых, я рада принять участие. Включен? Сейчас мы подключим еще раз. Я так думаю, в творческом семинаре совещания принять участие в творческом семинаре совещания с участием такого большого количества регионов. И я так понимаю, многие из них экспорты, представители разного уровня управления системой образования. Мне кажется, как-то символично то, что мы собрались в зале «Фантазия», а рядом зал «Вдохновение», где тоже будут проходить секции. Ну и, наверное, наш настрой в работе должен быть ровно в этом направлении. Это будет нас бодрить и давать возможность придумывать что-то интересное, то, что будет полезно системе образования и системе управления образованием. Значит, вот, к сожалению, Борис Николаевна Глебова, которая хотела бы присутствовать на этом семинаре и выступить, а она у нас немного заболела. И вот вместо нее, значит, присутствую я, завтра будут представители наших управлений, которые тоже будут рассказывать о некоторой практике работы, участвовать в обсуждении. Ну и мое выступление, оно, в общем, такой взгляд на систему оценки качества с точки зрения того, что сегодня происходит в рамках проектирования, в рамках госполитики. Несколько слов об этом. Так вот, можно кто-то поможет? Я не понимаю, как этим пультиком пользоваться, чтобы переключать. А, вот так. Значит, ну, будем говорить, что качество образования сегодня уделяется очень много внимания, и госсоветы были по этому поводу, послания президента, и мы с вами постоянно об этом слышим. Поэтому тематика очень актуальная, и задачи, которые стоят по проектированию, по системе общего образования, да, управления системой качества образования, тема, конечно, очень важная, да. И самое главное здесь не ошибиться в выбранном пути, да. Можно пойти по пути формализованных вещей, можно найти механизмы и направления, которые действительно будут работать на пользу, в первую очередь, конечно, тем, кого мы учим. Так, не умею. Вот это. Значит, на пользу тому, кем, кого мы учим в первую очередь, ну, наверное, тем, кто учит, да. Такая задача наших, нас, управленцев. Значит, формирование России, развитие общероссийской системы оценки качества, на самом деле, я здесь считаю, лидерами регионы. Значит, уже начиная с 2004 года идут соответствующие решения, и идет, шло небольшое проектирование по отдельным направлениям в рамках федеральных целевых программ. На самом деле, в этом, вот на 2011-2015 год, действительно делаются серьезные государственные вложения в развитие направлений системы оценки качества образования. Более того, в проектируемом, интегрированном законе уже много, если вы наблюдали, произошло итерации по определению качества, оценки качества. Была попытка внести понятие системы, общероссийская система оценки качества, значит, независимая система. Ну, вот, много было попыток разных редакций, да, но, в общем-то, где-то договорились о том, что законодательство должно формулировать ровно то, что отработано, и то, что выберено и проверено, да. Ну, и некоторые направления давать на развитие по практикам, которые, ну, может быть, еще не вошли широко, но, тем не менее, уже имеют какие-то модели. Так, следующее. Да, вы мне внушки. Значит, вы видели основные направления федеральной целевой программы, которые определены. Значит, я очень хочу обратить внимание на теперь структуру управления, да, и проектированием. По сути, основные проекты идут через Рособоргонадзор. Вы, наверняка, знаете, что в Рособоргонадзоре произошла немножечко реструктуризация, создана, то есть, управление оценки и контроля, оценки качества образования, которую вы, наверное, все знаете, возглавляет Валентин Николаевич Шаулем. Туда пошла оценка и профобразования, по сути, на все уровни образования. То есть, появилось управление, которое полностью курирует систему развития и оценки качества образования на разных уровнях. Начиная от дошкольного, кончая после вузовским. И, в принципе, в проектирование идет и сертификация квалификации. Весь спектр, вот, концептуальный и направление работ, проектирование, они идут в рамках этого управления. Я курирую, как и заместитель руководителя службы, ровно это направление. Значит, развитие процедур оценки и контроля качества общей тенденции. Мы пытаемся формулировать, что государственные процедуры, они носят независимый характер по отношению к образовательным, ну, к объектам, которые контролируются. Значит, тенденции по государственным процедурам, которые есть, вот, с введением с 1 января этого года оптимизационного закона по этим процедурам, вы его наверняка хорошо знаете, значит, они настроены на госпроцедуры, на определенную оптимизацию государственного участия в них, да, но при этом усиление государственного контроля. Значит, лицензирование разрешительное, бессрочное, вы это все наизусть знаете, да, значит, а лицензионный контроль, он начинает усиливаться в системе образования, и, я думаю, такие же тенденции идут и в регионах. При этом, значит, я думаю, что впервые отрабатывается пакет документов, которого мы все ждем, по новым лицензионным нормативам, которые будут на все уровни образования, да, то есть и начальное профессиональное, и среднее, и общее образование, то есть вот в этой модели идет отработка. Значит, государственная процедура аккредитации, да, тоже имеет уход от сильного государственного участия в процедурах экспертиз, вывод на экспертную оценку, да, и государственное принятие решения по участию, по результатам независимых экспертиз, да, и минимизации информации, которые получаются от образовательных учреждений, то есть вот эти процессы реально все запущены. Значит, идет проектирование требований к инструментарию, да, показателям аккредитации, ну, насколько я помню, тоже на все уровни образования. Значит, государственная контроль качества образования, это как процедура контроля качества, тоже на все уровни, и, по сути, под новые государственные образовательные стандарты идет проектирование требований к инструментарию для профобразования, НПО, СПО, ВПО. Это вот проекты этих трех-пяти лет, которые реально будут формулировать требования, да, для того, чтобы сохранить нам единое образовательное пространство и работать в понятных моделях. Они все будут обсуждаться, соответственно, да. Вот. И, конечно, направление государственной итоговой аттестации. С точки зрения общего образования вы про это все знаете. Сейчас в проектировании идет независимая, это повышение, независимая государственная итоговая аттестация на этапе бакалавриата, да, и проектирование условий порядка приема в магистратуру, да. То есть вот то, что происходит с государственными процедурами. Значит, я думаю, что эти проекты, они отчетов будут публиковаться, за ними вы можете наблюдать, что с этим будет происходить. Ну, и, конечно, мы будем об этом рассказывать. Значит, ну, больший акцент сегодня в проектировании и, на самом деле, и большие финансовые вложения идут в развитие, ну, внешних, вот в последней редакции проекта закона, они их называют независимыми оценками образования. Опять-таки говорю, что это на все уровни образования, ну, кроме последнего направления, где мы говорим о сертификации профессиональных квалификаций. Значит, ну, законодательно общественная, общественно-профессиональная аккредитация закреплена. Практика ее реальная идет достаточно неактивно. Вот очень будет интересен анализ нам, я думаю, в рамках проекта мы это будем обсуждать, с точки зрения того, а что происходит в региональной системе образования, вот, но тенденции на развитие ее, они реальные. Более того, могу сказать, выведение программ дополнительного образовательного, программ дополнительного образования, да, из федеральных требований, да, по сути, он дает большую поляну для развития, оценивания этих программ профессиональными сообществами, да, и уже много очень идет обращений, в каком направлении будем двигаться. Ну, я думаю, что вы знаете такой закон о саморегулируемых организациях. Есть, кстати, образовательная консорция, образовательные, вот эти саморегулируемые организации, которые выстраивают свой внутренний контроль. То есть они вот сейчас пошли и думают о моделях, как себя предъявить, через какую профессиональную оценку. Значит, идет разработка методики построения рейтингов, потому что, ну, как говоря, рейтинги мы любим все строить. Вопрос методологии признания этих рейтингов, как действительно обоснованных оценок результатов каких-то направлений деятельности. Вот. Ну и большой кусок сертификации профессиональных квалификаций. Я пройдусь по ним потом отдельным слайдам, потому что, я думаю, вам в размышлениях своих, ну и особенно по тестации учителей и допуску к работе учителей, эта тема тоже будет интересна, куда она движется. Значит, ну вот это. Но, значит, вот здесь немножечко мне неправильно написали, я говорю, главное звено образовательного учреждения. По законодательству предусмотрен внутренний мониторинг, и на самом деле вот где-то позиция, несмотря на все процедуры, которые вокруг в основном образовательного учреждения, главное — это посмотреть на себя и представить себя таким образом, чтобы ты был конкурентно способен в образовательной системе. Потому что вот эта внутренняя самооценка, да, она сегодня публичная и должна быть размещена на сайтах образовательных учреждений. Так, следующий слайд. Значит, теперь в основных направлениях деятельности правительства Российской Федерации на период 2012 года, до 2012 года, по сути, были обозначены вопросы независимых оценок качества, и самый большой акцент был сделан на развитии сертификации и квалификации. Значит, было принято также постановление правительства по правилам участия объединения работодателей в разработке и реализации по профобразованию. Понятно, что это содержание, качество выпуска, и в том числе и сейчас вот сюда уже у нас включилась сертификация квалификации. Значит, там уже много методических материалов есть, я о них говорить не буду, я просто как направление в его себе, наверное, вам будет интересно зафиксировать. Значит, сегодня в проектировании участвуют, значит, в основном, и правительством это так было озвучено, наиболее наукоемкие технологические отрасли, вы видите этих участников, которые проектируют, ряд из них уже самостоятельно, да, это при государственной поддержке все это делается, значит, но сами отрасли уже начинают вкладывать в это финансирование для того, чтобы этим заниматься. И вы видите, что в педагогической области тоже идет отработка моделей сертификации и квалификации. Значит, ну вот, наверное, что отрабатывается по независимым системам оценки, значит, ну, здесь вот оно озвучено. Вот, наверное, то, что я вам хотела сказать, если потом будут какие-то вопросы и интересы, тут два дня, поэтому пообсуждаем эти темы. Продолжение следует...